Школьная пора, замечательное, беззаботное время почему-то быстро заканчивается. И вот время выбора профессии. Первый и самый важный этап становления личности. Старшеклассников в школу Республики Южной Осетии с учителями пригласили в Югостинский государственный университет. В зале университета шел серьезный разговор о специальностях, которые могут быть интересны еще не определившимся с выбором выпускникам. Видеоролик о жизни студента в ЮГУ школьники просмотрели на одном дыхании. Смех в зале говорил о том, что все, что на экране, им близко и понятно. На спинках кресел для гостей были расставлены два спецвыпуска газеты ЮГУ-Пресс. Студенты ЮГУ с легкостью открывают что-то новое. Скучная жизнь – это не про них. Ректор ЮГУ Вадим Тедев заверил всех, кто выберет для получения высшего образования ЮГУ, что их ждут максимально комфортные условия обучения и секции, кружки по интересам после академических занятий. Прежде всего, надо быть достойным гражданином своей страны. Ответственно подойти к выбору профессии, а не подаваться модным тенденциям и в будущем не жалеть об этом. Обратился Вадим Тедев к собравшимся. Что касается разнообразия специальностей, у нас представлены и педагогические специальности, и непедагогические. Именно те специальности, которых нуждается наша республика. Я вас хочу заверить с этой трибуны, что основная тяжесть по обеспечению кадрами нашей республики ложится именно на плечи ЮГУ. Да, каждый год от нас выезжают ведущие ВУЗы Российской Федерации, абитуриенты, которые поступают в неплохие ВУЗы. Но все равно большая часть работающих у нас в организациях, это именно выпускники ЮГУ. Можете даже пройтись по всем известным людям, которые двигают нашу республику вперед. Я вас уверяю, процентов 70 людей закончили именно наш ВУЗ. Кто закончил ЮГАСИНСКИЙ Педагогический институт, а кто закончил ЮГАСИНСКИЙ Государственное университет. Причем они занимают абсолютно разные позиции по иерархии. И фактически с гордостью несут звание выпускника ЮГАСИНСКИЙ Государственного университета. Ведущая встречи, председатель студенческого совета ЮГУ Анна Кукоева, со своей стороны на своем опыте рассказала, каково быть студентом ЮГУ. Предоставила слово хозяевам деканатов, деканам, чтобы они ознакомили будущих своих подопечных о перспективах и возможностях, которых ждут в единственном высшем учебном заведении Южной Осетии. Иерон Филология Факультетов Факультета Боноха Ms. Дува визача, с которой учебного языка иеронова литература. Иерон филологии, с которой учебного языка, сейчас мы учебного языка. На английском языке университет к факультетам. У нас учебного языка. Продолжение следует... 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 То есть практически вся фауна у нас заложена в этом музее. Почему я делаю акцент? Потому что это музей не только просто показательный, ребята, а еще потому, что у нас могут там проходить практически лабораторные занятия. То есть мы можем вести там учебный процесс. За что вам огромное спасибо, Вадим Бутазович. Это является достоянием нашей республики. Можно выбрать для себя профессию биохимика или врача-лаборанта, врача-вирусолога, врача-иммунолога, врача-микробиолога, врача-судебно-медицинской экспертизы. Экспертиза, то есть это уже работа в органах, и помимо этого учителя биологии и химии, что особенно востребовано в наше время. Дальше. На сегодняшний день профессия психолога является одной из наиболее важных и востребованных. И мы знаем, что работа психолога заключается в чем? В выстраивании отношений между людьми, умением слушать и слышать, понимать и помогать всем тем, кто имеет в этом необходимость. И еще хочу вам сказать, что в этом году был у нас открыт, тоже опять-таки по инициативе Вадим Бутазович, за что опять огромное спасибо, психологический центр. Это было принято такое решение после тех моментов, которые нам принес 2020 год. Уважаемые присутствующие, я представляю, здесь уже было сказано, историко-юридический факультет, один из старейших наших подразделений, подразделений нашего вуза. Это факультет не только один из старейших, но и самый многочисленный. Вам известно, что специальность юриспруденции является самой востребованной в Южной Осетии и не требует особой рекламы, как говорится. Вы все прекрасно знаете, какое огромное влияние играет вот этот факультет на нашу Южную Осетию. Там работают высококвалифицированные преподаватели, которые занимают высшие должности в судебных инстанциях, правоохранительных органах, адвокатуре нашей республики. На дневном отделении функционирует специальность история, история международных отношений. А на заочном история, а также международные отношения, то есть 2 специальности. Обучение проводится на высоком уровне. Преподают здесь самые видные наши историки, историки нашей республики. Доктора наук, профессора, кандидаты наук, 8 кандидатов наук, 5 профессоров, доцентов. Столько же старших преподавателей, которые находятся на преддверии защиты кандидатских диссертаций. Я укажу хотя бы нескольких таких преподавателей, которые известны всей Южной Осетии. Все такие, как, например, видный ученый Гоглот Юрий Сергеевич, Део Евгения Арсеньевна, Басаилев Хазбевич, Когоет Руслан Хазбевич и многие-многие другие. Я призываю вас поступить на исторический факультет Югостинского государственного университета, так как эта дисциплина особенно актуальна для нас, для нашего народа. Потому что мы независимое государство, как вам известно, и к тому, кому же, как не вам, молодежи, развивать его государственность, кому, как не вам, продвигать наши цели и устремления. Я рада приветствовать всех в актовом зале Югостинского государственного университета. Речь моего видеообращения заключается не в том, чтобы расхваливать, какой у нас мощный профессорско-преподавательский состав на инженерно-экономическом факультете. Я не буду говорить о том, что на инженерно-экономическом факультете идет подготовка по очень модным перспективным специальностям, таким как будущие айтишники, экономисты, строители. Я также не буду говорить о том, что наш факультет выбирают умные, красивые, креативные, молодые люди. Нет, цель моего видеообращения не в этом заключается. Я вам просто хочу помочь в выборе профессии. Профессия, как вы знаете, это дело всей жизни. Это очень важный момент выбрать интересную, нужную профессию, которая в будущем будет приносить и материальное, и моральное удовлетворение. На самом деле алгоритмы выбора достаточно просты. Первое, что вы делаете, это записываете на листочке 30-50 профессий, которые вам интересны, которые бы вы хотели освоить. Второй шаг. Из этих 30 профессий вы выкидываете, вычеркиваете те, которые не имеют будущего, то есть они уже не перспективны. Третий шаг. Загляните внутрь себя, поймите, что вам реально хочется узнать, какие профессии действительно вам интересны. У вас, как говорится, душа должна лежать в той или иной профессии. Четвертый шаг. Сколько бы вы хотели зарабатывать в месяц? Естественно, эта сумма, она не берется с потолка. Спросите родителей, сколько они тратят в месяц на еду, на одежду и так далее. Прибавьте 10 или 30 процентов, подумайте, какая из этих профессий может, даже если вы будете год работать, может не приносить такой доход. Тогда смело вычеркивайте эту профессию тоже или эти профессии. Пятый шаг. Это значит, у вас остается где-то 3-5 профессий, и вот из этих профессий вы уже должны выбрать ту профессию, которая реально вам в будущем может приносить и моральное, и материальное удовлетворение. Встреча подошла к концу. Студенты йогу, уже известные звезды сцены не только в республике, но и далеко за ее пределами, вместе со студактивом исполнили песню, сочиненную опять-таки студенткой йогу Марии Кудалаевой «Я студент йогу». Не обошлось и без модных на сегодняшний день тенденций. Был продемонстрирован челлендж о йогу, набравший тысячные просмотры в соцсетях. Я открываю глаза, прошло уже 2 часа, а я бегу под на туару, ждем скорее из той стопан. Это мой свет, это полный, почему красный свет, я полетел бы полный ветер, это крылья мне. Субтитры сделал DimaTorzok Встреча завершилась. Часть пока еще школьников, но без пяти минут студенты вузов поспешили в музейный комплекс йогу. Другие с интересом осматривали и разглядывали университетский комплекс, один из красивейших проектов, восстановленных после войны 08-08-08. Выбор, конечно же, за вами, уважаемые выпускники школ. Главное не ошибиться в выборе и оставаться патриотами и достойными своего народа людьми.